Сейчас у нас выступит руководитель направления комплексных проектов компании Scanex Москва-Россия Илья Фаруцин. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы прежде всего поблагодарить организаторов наших за прекрасную конференцию, за возможность выступить здесь. Также спасибо всем вам, кто все-таки дошел до этой секции, несмотря на очень плотную программу, что уже очень много было получено. Очень долго думал, что здесь показать, о чем рассказать. И в итоге решил, что в этот раз не буду показывать каких-то проектов. На самом деле очень много за последний год, с момента прошлой конференции, произошло изменения у нас именно в технологическом плане. Это новые источники данных, это новые сервисы, это новые версии программного обеспечения. Поэтому попытаюсь максимально в легкой форме, уже быстро просто поэтому пройтись, рассказать, что появилось новым. Прежде всего, хотелось бы отметить начало уже оперативной работы со спутником SPOT-6 компанией Astrium. Как вы знаете, у нас уже давнее стратегическое партнерство с этим оператором. Спутник в целом занимает такую уникальную нишу по соотношению своих характеристик. Это и разрешение уже близкое к сверхвысокому, но при этом цена сохраняется его на уровне высокое. Широкая полоса, сумасшедшая производительность, где-то 3 миллиона квадратных километров в сутки может спутник снимать. Но об этом я покажу чуть дальше, что это дает, какие возможности, собственно, для съемки. Ну, очень сильно не буду подробно останавливаться на характеристиках, я думаю, что их практически знают. Это разрешение 1,5 метра в панхроме, в мультиспектральном режиме 6 метров, динамический диапазон 12 бит и 60 километров, как и предшественник в полоса съемки. Значит, ну, несколько примеров. Можно оценить примерно детальность. Значит, в чем, собственно, отличие от того, как работают в мире, да, ну, не все, да. Мы начали непосредственно работу со спутником SPOT-6 в режиме прямого приема. То есть на основе эксклюзивного соглашения мы осуществляем планирование у себя, мы же осуществляем съемку, оператор, естественно, задает задание спутнику, и снимки непосредственно сбрасываются к нам на станции, что дает возможность, во-первых, в оперативном режиме их получать, во-вторых, это позволило нам существенно снизить стоимость. То есть стоимость данных сейчас в России примерно на 20-30% ниже, чем даже при покупке у оператора. Ну, и это наша модель бизнеса, я думаю, про это все знают. То есть мы выкупаем лицензию, соответственно, потом мы можем ее дробить, как хотим. Что важно отметить, для этого спутника весь терминал приема, в отличие от предшественника от SPOT-5, был разработан нами. То есть по соглашению с Астремом мы разработали софт предварительной обработки при их поддержке, естественно, какие-то библиотеки нам передавались. Но в целом это все наши терминалы, и в дальнейшем это планируется дооснащать этими терминалами станции, которые установлены в различных университетах и так далее. То есть, вот к слову о производительности. Это, ну, практически весь этот съемочный сезон, это съемка по нашему заказу. Здесь отобраны уже только безоблачные и бесснежные снимки. Ну, по датам видно, что это бесснежные. Что хотелось бы отметить, вот даже сложные для съемки по каким-то климатическим условиям регионы, например, вот мы производили съемку ХМАО. ХМАО всегда было очень тяжело снять, потому что очень мало безоблачных дней в году, и, соответственно, приходится снимать практически на каждом витке. Ну, хочется отметить, что благодаря вот этой сумасшедшей производительности спутника сняли мы это примерно где-то за два месяца, уже получили полное безоблачное покрытие на регион. Значит, также мы приступили уже сразу к созданию мозаичных покрытий на основе этих данных. То есть, вот, например, Москва, это пролеты до сшивки, сшитая мозаика, все это, конечно же, проходит ортикоррекцию. Эти же данные проходят до привязку по базовым нашим опорным данным, мы скалываем точки в основном с ГИОА, то есть, соответствует это очень хорошей точностью уже, и, естественно, разрешение уже близкое к сверхвысокому. То есть, такие мозаики мы делаем, ну, скажем так, в инициативном, что ли, режиме, то есть, это не по заказу, потом эти мозаики можно дальше уже заказывать по цене непосредственно данных, без какой-либо наценки. Значит, хочется отметить, об этом, я думаю, также все знают, что производительность системы в целом, группировки компании Astrium, будет просто сумасшедшая. То есть, это четыре спутника, равномерно разнесенные по фазовому углу по орбите, это два аппарата Spot, Spot 6 уже летает, Spot 7 полетит в следующем году, и два аппарата Plyade. За счет вот этой синхронизации эта группировка позволит снимать любую точку местности два раза в день. Один раз с аппарата в серии Spot, второй раз с Plyade. И, опять же, общая производительность вот этой системы, это где-то 8 миллионов квадратных километров в сутки. По три с каждого спота, по миллионам с каждого Plyade. Хотелось бы отметить развитие корейской группировки DZZ. Здесь хотелось бы сделать особый акцент, потому что мы, на самом деле, так, довольно скептически подходили к сотрудничеству с ними. После того, как мы пробовали данные из прошлого спутника, Комсат-2, данные, откровенно говоря, были плохие. Поэтому, когда нам предложили, ребят, попробуйте Комсат-3, мы как-то, ну, поворочились, сказали, зачем он нам нужен. Но потом, в итоге, нам сделали несколько съемок, и мы немножко обалдели, если честно. Значит, чтобы меня потом не закидали камнями, я начну с недоставка его. То есть мы нашли один. Если нужна хорошая точность, то без опорных точек делать там нечего. То есть исходная привязка у него отлетает метров на 40, но при этом геометрия у него отличная. То есть мы пробовали сделать что? Мы не делали очень детальных каких-то тестов. Мы взяли этот, отлетевший на 40 метров снимок, подвинули по одной точке, взяли 20 контрольных, получили на каждой точке точность где-то 2 метра, в районе 2 метров. Геометрия отличная. При этом стоимость данных более чем в 2 раза ниже, чем стоимость всех остальных сверхвысокодетальных. Разрешение у него 0,7 метров в панхроме, мультиспектральный 2,8. Это первый сверхвысокодетальный спутник, который снимает, получает данные с динамическим диапазоном 14 бит. Соответственно, это дает дополнительные градации, дополнительную детальность. И также аппарат обладает уникальным дневным временем пролета. То есть пролетает он в дневное время, в то время как все остальные, в основном, утренние. Несколько примеров. То есть вот это съемка Геленджика, съемка олимпийских объектов в Сочи. Все это этого года. Значит, еще один недостаток, ну, это абсолютно понятный недостаток, это практически отсутствие архива. То есть поскольку аппарат только начал снимать, сейчас можно на него рассчитывать только для новой съемки. Но при этом новая съемка с него по стоимости обходится где-то процентов на 30 дешевле, чем архивная съемка с остальных высокодетальных спутников. То есть для нас это некое возрождение корейской группировки. Значит, также уже запущен где-то месяц назад радарный спутник, который снимает в их диапазоне с разрешением до 1 метра. Здесь он прежде всего может представлять особый интерес в связи с выводом из эксплуатации спутника Радарсад-1, который был, ну, наверное, самый доступный для выполнения различных задач. Сейчас он проходит пока летные испытания, но мы вот очень его ждем, надеемся, что можно будет с ним работать дальше. И в следующем году планируется запустить спутник Комсат-3А, который уже практически готов, в начале года его планируют запустить. Это уже полуметровые данные, но тоже будем ждать, чтобы посмотреть, потестировать, посмотреть, что из этого будет. То есть корейская группировка, ну, лично наше мнение, что в ближайшие годы имеет полное право надеяться заткнуть многих. При таких условиях там огромная поддержка от государства, соответственно, они не заламывают цены, они дают абсолютно адекватные условия, и пользоваться можно без каких-то проблем. Ну, вот это ожидаемые характеристики как раз Комсат-3А. Что важно, также будет 14-битный диапазон, и будет средний инфракрасный канал, которого нет сейчас даже ни на одном высоко детальном спутнике, и даже не планируется этого канала на WorldView-3, у которого там будет 16, по-моему, инфракрасных каналов, но не будет средним, все будут, опять же, ближние. Ну, на этом, пожалуй, все вот по каким-то новым спутникам. Дальше хотелось бы, об этом, я думаю, что многие слышали об этом сервисе, но хотелось бы немножко детальнее рассказать, что с ним изменилось. Это сервис, который мы сделали, ну, можно сказать, для аренды спутниковых снимков. То есть, несмотря на то, что сами по себе данные ДЗЗ позволяют там значительно удешевлять различные задачи, для многих, действительно, это все равно является дорого. То есть, кому нужно это под какие-то разовые задачи получить, архивные данные, там, те же самые кадастровые инженеры, которые должны по приказам Минэкономы использовать координатную основу, в том числе в качестве этой основы должны, могут использоваться данные дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения. Для них стандартные закупки этого дорого. Собственно, какие у нас были предпосылки? Мы за годы своей работы накопили колоссальные архивы. То есть, вот, например, это там Spot 4 за 2011 год, Spot 5 за 2012. Это все мы говорим уже про безоблачные покрытия. Также мы заключили контракт и уже получили все эти данные от компании в то время еще GEOI. Мы выкупили 50 миллионов квадратных километров данных со спутника ICONUS. То есть, это три площади России. Это глобальные данные на весь мир. Ну и всем, я думаю, известно, что закончился контракт с Росреестром, в рамках которого была покрыта вся территория России с разрешением 0,5. Сейчас еще идет гарантийное обслуживание, когда переснимаются все участки, которые были снежные или где была облачность. То есть, ну, это примерно 10%, то есть, которые еще предстоит переснять. Сейчас это все в процессе. И вот накопив вот эти вот огромные архивы, мы просто решили, что надо придумывать какой-то способ, как ими можно, ну, скажем, на более лояльных, что ли, гибких условиях, как ими можно поделиться вообще. Поэтому вот пришла в голову идея такого механизма аренды, который, ну, в России этого еще не было. В мире были прецеденты, когда это разрабатывалось. То есть, что это значит и почему вообще мы это делаем? То есть, во-первых, это упрощает для людей, не занимающихся, не связанных с ДЗЗ, это упрощает, ну, собственно, процедуру подгрузки данных, процедуру работы с ними. Достигается это за счет использования открытых стандартов, которые сейчас поддерживают, ну, практически, наверное, любой софт. Это VMS, VFS для векторов, например. Плюс для тех софтов, кто не умеет это делать, мы совместно с разработчиками делали специальные плагины, которые уже позволяют грузить данные. Об этом я чуть позже расскажу. Значит, дальше. Все данные, которые сейчас раздаются вот с этого сервиса, они все прошли предварительно ортокоррекцию. То есть, это уже, может сказать, терто фото. И это существенное снижение цены. Данные на сервис стоят в 10 раз дешевле, чем их стандартная цена. То есть, для сверхвысокодетальных, там, с разрешением 0,5 метра, это чуть больше долларов за квадратный километр. Значит, все это проходит элементарно. Человек регистрируется, человек получает свой личный ключ, по которому ему будет доступен именно тот стэк данных, который он дальше заказывает. Соответственно, как это происходит? Вот вы заходите на интерфейс, ну, собственно, открываете окно сервиса, вы видите все данные, которые на нем представлены. Вы заключаете контракт на пользование сервисом, там, кладете, ну, грубо говоря, это абонентское обслуживание. Вы кладете себе денег на счет, потом заходите сюда, говорите, хочу вот этот снимок. У вас снимаются суммы со счета, какие-то, там, 5-10 долларов, там, за 10 квадратных километров. И этот снимок становится вам доступен. Значит, как это работает в софтах, которые поддерживают VMS, которые стандартные, где мы ничего не делаем. Все это элементарно, все просто, вы подгружаете VMS-слой, где надо просто вбить ссылку, в которой будет ваш вот этот идентификатор с ключом. Это на примере Quantum GIS бесплатного, да. После того, как считаются все снимки, которые вам доступны, вы можете задать какую-то систему координат, в которую их грузить. По умолчанию они на сервисе в Волдмеркаторе, на VGS-84 хранятся. Но можно перепроецировать на стороне клиента куда угодно, где человек работает. Все, снимок подгружается, после этого не надо делать каких-то специальных процедур, после этого можно с ним делать все, что позволяет софт. Единственное, что нельзя, это нельзя его сохранить. В этом и смысл аренды. То есть физически это все хранится у нас на серверах, но вы можете с этим работать без каких-либо проблем. И, значит, что хотелось бы дальше сказать. На самом деле, многие пользователи, кто, например, работает в Сапрах, например, в Кредо, они очень много говорили о том, на выставках, сколько мы разговаривали, сколько мы пересекали. Все очень много говорят о том, что им просто жизненно необходимо уже использовать космос в своей работе. При этом все они работают в Кредо, и для нас было просто открытием год назад, что такие софты еще не умеют, в принципе, открывать снимки. В этом была сложность. И поэтому решением была просто разработка плагина для этого софта, который позволил подгружать данные с этого сервиса. Просто вводится ключ доступа, который получает каждый пользователь. Все, снимок подгружается. Что сделали дальше Кредо? На стороне клиента у них можно допривязать этот снимок уже по опорным точкам, то есть они их скалывают непосредственно вот здесь вот еще в окне предпросмотра. Дальше это все трансформируется, выполняется афинное преобразование уже у них на стороне. Вычисляется точность по контрольным точкам уже. И все, и дальше с этим снимком можно работать. Примерно то же самое мы сделали для Автокада. То есть если в Автокадовской линейке, там, Civil, 3D, Map, 3D, там уже никаких проблем с подгрузкой ВМС нету, то в голом Автокаде нельзя подгружать ничего было. Сделали и плагины для голого Автокада. Тоже все работает. Можно перепроецировать сразу автоматный снимок на чертеж, в координатную систему, и дальше делать с ним что угодно. С какой-то там точностью, с какими-то допущениями что-то проектировать. Ну, конечно, проектировать по космосу, это, наверное, не лучшая идея. Но в целом дальше вот весь функционал фотомода доступен. Ну, в том числе и фотомода, да, фотомод это все поддерживает, да, в данном случае Автокада. Весь функционал Автокада вам дальше доступен, да, для работы с этим снимком. Ну, и просто в конце уже хотелось бы сказать буквально пару слов, что на следующей неделе на нашей конференции мы презентуем новую версию нашего программного обеспечения для обработки снимков. Наконец-то мы дождались, совершился переход на 64-разрядную версию. То есть это уже будет 64-битная архитектура. Появилась поддержка, ну, всех новых спутников полная, поддержка Плеядисов, Спотов, Конопуса. То есть, пожалуйста, если кому-то интересно, дадим демо-версию попробовать, что-то можете поделать. Ну, на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо. Дальше спасибо и вопросы, конечно. Кузнецов, научный центр оперативного мониторинга на Земле. Вопрос у меня такой. Вот в условиях, когда ваша компания покупает лицензию на прием и обработку информации, скажите, пожалуйста, каким образом вы участвуете в планировании съемок? Это вы ограничиваете столько заявками или как-то по-другому? Это мой первый вопрос. Нет, да, я понял вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, естественно, мы не программируем спутник сами. Но в нашем соглашении прописана определенная процедура. То есть, как осуществляется планирование, как мы можем распределять, собственно, сами сканы, на каком пролете, да? То есть, для каждого спутника это абсолютно индивидуально. И по соглашению оператор должен их принимать и должен выполнять. То есть, мы можем вполне сказать, там, завтра нам надо снять вот это, и завтра нам это снимут. То есть, какое-то минимальное участие в планировании принимаете? Не минимальное. Самое, что ни на есть, максимальное. Потому что мы отвечаем полностью за эту территорию. В основном, большинство аппаратов, 80% из тех, которые мы принимаем здесь у себя в России, на где-то 80% этих аппаратов у нас эксклюзивные права. То есть, это полная ответственность за регион. Хорошо. Второй вопрос, если бы нужно. Скажите, пожалуйста, какой процент информации облачной вы принимаете на своей станции в условиях России? Это тоже очень сложно сказать. Мы можем отсечь смело. Это я могу сказать только на вскидку. На вскидку. 50% пускай будет. В целом, при планировании мы всегда, опять же, смотря какая съемка, если это честная съемка, мы не обращаем внимания на облачность. То есть, мы просто ставим все спутники в мониторинговый режим, и в день получается там одна-две съемки, а дальше облачная или нет, это не от нас зависит. А в целом, учитываются прогнозы, естественно, прогнозные данные. Ну и мы стараемся хотя бы снимать не при отрицательных, хотя бы... В целом, это делится положительный прогноз, спорный и отрицательный. При отрицательных, если нет очень большой срочности, мы стараемся не снимать. При спорных и положительных мы снимаем. У вас собственная метеослужба, или вы пользуетесь... Я здесь не готов детально сейчас объяснить, как наши планировщики это делают, но какие-то прогнозные данные используются, да. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в условиях этой бешеной производительности, какой процент можно реализовать по территории России в сутки? Ну вот вы видели покрытие. За сутки. За сутки? Да. Какой процент? Вот, допустим, вы говорите, 3 миллиона квадратных километров в сутки. Да. Какой процент из них по территории России может быть? Ну, смотрите, спот-6 снимает 20 минут на витке. Мы имеем полное право хоть все 20 использовать на Россию. Право? Да. А реально? Реально, это максимальное возможности. Дело в том, что я... А реально мы будем снимать только сколько надо. Я не просто так задаю вопрос. Да. Ведь вот при планировании бывает, что за сутки вообще ни одного маршрута нельзя положить по России, потому что метеоусловие не позволяет. Каким образом эти 3 миллиона реализуются так? Вы говорите про критерии, которые от нас абсолютно не зависят. От облачности не застрахован никто. Мы можем снять независимо от облачности, но это будет, естественно, снимок с облаками. Вот я и хотел понять, сколько процентов... Это... Я не очень, может, просто понимаю вопросы, как... Мы не можем... Я не могу вам сказать, какой завтра будет процент облачности на территории России. То бишь, 3 миллиона это с учетом снимков с облачных покрытий. 3 миллиона, да, это просто производительный спутник. Просто сколько... Это техническая возможность. Да, это техническая возможность спутника. Все-таки. Все, спасибо. Еще вопросы? Вопросы от своих всегда самые страшные. Нет, это не вопрос. Я хотела дополнить по поводу планирования. Вот в том числе мы, как сказать, научили многих операторов работать в режиме, в том числе, именно для МЧС была задача работать в режиме 24 на 7. Ну, это значит 24 часа, 7 дней в неделю. Многие операторы, именно в плане сотрудничества с нами. У нас были условия, по которым мы соглашались подписать эти документы, соглашения с ними, именно о том, ну, это именно в рамках для МЧС работы. Они научились от нас работать в режиме 24 на 7. Ну, первым таким оператором был МЧС, оператор спутник Феррес. То есть сейчас по соглашению, там, если мы до 4 часов дня заказываем съемку, в течение суток они это снимают. При любых условиях. Больших вопросов нет? Еще раз большое спасибо. Спасибо. Спасибо.